Итак, у нас настало утро и нам нужно попробовать открыть вот этот люк, наш сантехнический. И вчера, которую петельку я здесь делал, она в принципе пригодилась, когда я клеил вот эту первую плитку. Но потом я ее убрал. И почему я ее убрал? Потому что здесь я решил поставить СВП. Что это значит? То есть я могу взять плоскогубцы и в принципе дернуть люк за вот эти вот СВПшки. Соответственно, сейчас мы его откроем, уберем там скобу, которая защищает его от открытия при помощи нажатия. И попробуем его уже закрыть, открыть так как он есть. Значит, чтобы его сейчас открыть, нужно просто потянуть за СВПшку. Вот люк открылся. Так, тянем за вторую СВПшку, он только тянуть аккуратненько. Потому что здесь нам нужно еще его немножко будет подрезать. Так, здесь у нас потихонечку выпало что-то ненужное. Так, аккуратненько его вот так вот открываем, смотрим. А, ну понятно, вот здесь вот чуть-чуть раствора попало, то есть нужно будет его почистить. Это я швы заделывал, чтобы не попало вот сюда между люком. Я не все правильно сделал, потому что видите, от этого все-таки клей плиточный попадал. Лучше бы, конечно, в пункт он не попадал, чтобы никаких проблем не было. Ну вот здесь вот тоже, видите, немножко он приклеился. Ну вот, ничего страшного, не сильно, поэтому удалось его открыть. Так, вот, вот это вот скоба, скобу просто достаем. Так, далее нажимаем. Все, у нас это устройство разблокировано. Вот здесь вот, видите, здесь все у нас остается без клея. То есть вот здесь вот будет такая голая плитка. Вот здесь вот подчищать, наверное, думаю, смысла нет. Хотя посмотрим, может быть и есть смысл, может быть и нужно это сделать. Так, вот здесь вот небольшая часть, она тоже без клея. Клея начинается буквально там через один сантиметр. Ну и сюда в бок клея у нас тоже не попал. Вот этот верх его нужно будет зачистить, перед тем, как наносить уже герметик. Ну и саму систему все-таки можно будет тоже сбить. Сделаем это уже чуть попозже. Так, сейчас давайте мы его закроем. Так, значит, чтобы его закрыть, сейчас мы его аккуратненько. Это немножко сложно сделать одной рукой, но будем пробовать. Так, сейчас, наверное, скоро поставить телефон. Сейчас его подрегуем, чтобы более-менее он не закрыл. Так, вот, теперь мы нажимаем. Все, закрыл, зафиксировался. Так, и... Оп, нажали, он отпружинил у нас. Ну, в принципе, да, все работает, все нормально. Так, хорошо, сейчас мы его тогда закроем пока что. Так, люк проверка у нас прошел. Соответственно, можно доставать дальше уже вот эти вот штучки от СВП. И начинать подготавливать тросфор для затирки швов. Итак, затирка межплиточных швов у нас завершена. Внизу там мусор еще остался. Здесь единственное, что я не затер люк. Здесь нужно будет герметиком его пройтись. Ну, это уже будет сделано потом, когда все везде будет полностью доделано, чтобы открыть все краны на гребенках. И тогда уже этот люк загерметизирую. Немножко надрежу герметик, чтобы он открывался нормально. А так, в принципе, все. Так, с этой стеной у нас теперь все, все доделано. Теперь у нас по плану нужно разобраться с потолком. То есть, есть вот такой вот потолок. Я справа вверху поставлю его размеры. И нужно будет определиться по освещению, по светительным приборам. То есть, как только мы определяемся с освещением, которое мы здесь хотим сделать, мы сразу же можем заказывать потолок. Потолок мы натянем до самой бетонной стены. И далее мы уже вымеряем расстояние от вот этого потолка до вот этой полки. И тогда уже будем смотреть шкафчики. Но для начала потолок. Чтобы здесь сделать потолок, нужно будет опять же снять вот этот временный унитаз, вынести. Нужно будет эту ванную снять, вынести, выкинуть. И получается, что потолок мы здесь натягиваем. Ставим сюда новую ванную. Сюда сразу же ставим новый унитаз. Делаем кнопку. И ставим полотенце-сушитель вместе с наличником дверей. Ну, далее уже, естественно, ставлю машину, стиральную на ее место. Вешаю здесь тумбу с раковиной. Ну, и, естественно, делаю экран. Вот такие ближайшие планы у нас. Ну, и также план заказать вот это зеркало. Ну, а на сегодня у нас по работам все. Сейчас уже пойдем гулять. Дело близится к вечеру. И пойдем мы к нашей новой строящейся станции метро. Хотим посмотреть на прогресс ее строительства. Время у нас сейчас около шести вечера. И мы потихонечку идем к метро. А проходим мы сейчас мимо третьей очереди Бунинских лугов. Здесь у нас какие-то раскопки идут. Какие-то столбы там ставят. Плитка лежит. Ну, идет какое-то благоустройство. Непонятно пока какое. Сейчас мы также поднимемся на мост и посмотрим, какие изменения у нас произошли со станции метро Потапова за месяц. Итак, мы сейчас находимся в самом начале моста. Уже видны изменения на самом деле, потому что вот эти пешеходные тоннели, с самого метро, они не были сверху облицованы. И вот эта сама станция тоже, ну, по крайней мере, как мне кажется, так не была облицована. То есть был каркас, а вот этой панели не было. Отсюда, кстати, виден еще один вход в метро. Он будет ближе к жителям Белых ночей. Вот он как раз. Давайте с пальцем вот так вот покажу. Вот здесь. То есть вот этот вход, он ближе к нам. А вот этот вход, он ближе туда, вот к Белым ночам. Вот он, комплекс от А101. Вот этот вот вход, который вот сейчас показывал, он ближе к глобусу. Здесь уже, кстати, начинают устанавливать дорожные знаки. И вон там, вот это вот здесь вот дорожный знак стоит. Типа движение только автобусом. То есть какая-то выделенная полоса для автобусов. Ну, видимо, здесь будет транспортно-пересадочный узел. И будет здесь остановка автобусов, которые будут заезжать и подъезжать непосредственно в метро. Подвозить людей к станции метро. Также здесь планируется перехватывающая парковка, насколько я слышал. Непонятно только ее размеры, какие будут. Будет она большая, будет она маленькая. Вообще пока не ясно. Ну, естественно, вот эта дорога, которая будет сопровождать всю эту линию метрополитена и пойдет дальше в сторону Симферопольского шоссе. Пиковские дома, конечно же, вообще находятся прям в непосредственной близости от входа в метро. Вот вы можете видеть, прям здесь очень классно, отчетливо видно вход в метро и пиковские дома. Дорога здесь, в принципе, тоже сделана. Вот мы видим раз, два, три, четыре полосы вот здесь вот идут. Только здесь. Там еще тоже, походу, четыре полосы. И с той стороны туннеля то же самое. И давайте глянем, что у нас с другой стороны. С другой стороны у нас также видна вот эта трасса, виден тоннель и видны корпуса Дзен-квартала. В Дзен-кварталы мы все тоже как-нибудь хотим сходить. Но там пока что еще, естественно, ни один корпус не сдан. На саму территорию мы попадем. Вот там, вот вы видите, вот здесь. Это у нас комплекс ТА-101 Южные Сады. В Южных Садах сдали уже два дома. Мы смотрели еще полтора месяца назад, там первый дом сдали. Но туда пока что мы еще не ходили. Ну, дорога здесь, по крайней мере, до самой станции видится прям практически завершенной. Здесь, кстати, уже даже деревья высадили. Вот вы можете видеть, здесь фонари уличного освещения установлены. И деревья уже тоже посажены. Вот это освещение будет подсвечиваться. Да, да, да. Вот с подсветкой здесь будет совсем другой вид уже. Будет очень интересно, думаю. Кстати, с той стороны, вот здесь вот пока еще мы видим коричневую землю. А с той стороны уже газон посадили. Уже зелененький. Прям приятно. А сейчас мы уже находимся со стороны глобуса. Ну да, вот внешняя обшивка, сама вот этот фасад метрополитена самой станции, он до конца еще не готов. То есть она еще до конца не обшита. То есть вот таким вот материалом будет полностью металлоконструкция зашита здесь, вон там. То есть все как бы частично. Частично что-то есть, частично что-то нет. Но когда это все доделают, будет красиво. По крайней мере на рендерах там просто офигительный такой вид у этого всего. Там такой футуристичный даже, можно так сказать. Но ждем, ждем. В этом году должны станцию открыть. Внутри фотографии тоже люди показывали. Те, которые там работали, работают, не знаем. Но фотографии изнутри есть. То есть она уже процентов, наверное, 80 готовности имеет. И когда уже все это дело приблизится к 100%, непонятно. Но мы надеемся и рассчитываем, что все это будет осенью этого года. Походу наша прогулка уже начинает заканчиваться. Потому что пошел дождь, зонт мы взяли. Но хорошо, что мы уже успели от станции метро дойти до нашей второй очереди Бунинских лугов. Хочу вам пока еще сильный ливень не пошел показать прогресс строительства школы во второй очереди. Но школа строится просто какими-то семимильными, я не знаю, шагами. Прям уже результат, как говорится, налицо. И самое интересное, что внутренняя отделка, она тоже уже присутствует. Это те помещения, где у нас горит свет, есть освещение. Там прям видно, что есть все, вплоть до люстр, до каких-либо там светильников. Ну, думаю, что летом, либо к новому учебному сезону, к осени, прям 100% школа будет уже открыта, будет функционировать. Единственное, что я не знаю и сомневаюсь насчет полного, насчет готовности полной мере благоустройства. Хотя, если заглянуть за вот этот забор, там уже виден забор, наверняка там уже есть какой-то газон. Но это надо будет посмотреть с нашего этажа, что там творится. Вот как раз сейчас мы дойдем до дома, и я из лифтового холла уже покажу, что у нас здесь происходит. Нет, пока еще благоустройство вокруг школы не сделано. Только лишь устанавливает забор. Вот и завершилась наша прогулка до станции метро. На улице все-таки пошел уже дождь. Сегодня передавали, что будет дождь, прям вроде как сильный даже. Но пойдет он чуть попозже, чем в 7 часов вечера. Ну, пошел он вот сейчас. Поэтому заканчиваем мы наше видео. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзене, на Ютубе подписывайтесь. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч в наших новых видео.